Всем привет друзья, я Дов. Сегодня у меня Zeta 1 Compact. Такая вот Zeta. Сегодня будем менять на ней дисплейный модуль. Так он выглядит. Немного будет отличаться разборка от предыдущих Zeta. Здесь не надо будет нагревать крышку, как мы делали это в предыдущих моделях. Нагревается сразу стекло. Разъем находится непосредственно под дисплеем. Давайте отключим его для начала. Вряд ли у нас это получится. Вот так. Греем периметр. Неплохая модель. Zeta 1 уменьшенного размера. 20 мегапиксельная камера с матрицей. Sony Exmor также водостойкая. Пару слов о водостойкости. Всегда предупреждаем клиентов, что после замены дисплейного модуля телефон теряет прежнюю водостойкость, потому что мы будем его сажать на обычный скотч. Таким вот образом отклеиваем дисплейный модуль. Так вот я начал говорить. Всегда говорю сейчас в последних видео, потому что много вопросов возникает за водостойкость. То есть если клиент хочет прежнюю водостойкость, мы заказываем отдельно двусторонний скотч специальный на eBay, там не знаю, Aliexpress, кто где заказывает. Вот он разъем, про который я говорил. Отстегиваем его. Видите, здесь он пристегивается. Довольно просто меняется. По времени меньше. Занимает замена дисплейного модуля на компакте. Загряем сверху. Сняли модуль. Очищаем поверхность. От пыли, грязи, старого скотча. Вот этот самый водостойкий скотч, про который я говорил, который можно отдельно заказать. Он проклеен с двух сторон. Достаточно просто устанавливается там. Никаких секретов нет. Не знаю, насколько он водостойкий. Не проверяли. Очищаем как следует. Полностью весь периметр. Здесь у нас шлейф отстегнулся. Кнопки. Бывает такое. Пристегнем на место. Новый дисплейный модуль, освобождаем от защитного пластика. Давайте проверим его для начала. Потом уже проклеим. Пристегиваем. Вот видите, все работает. Выключаем. Сажаем на обычный скотч. Такой, который мы используем в всех наших видео. Удобный, тонкий. Но, к сожалению, не водостойкий. Удобный. … Продолжение следует... 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 Продолжение следует...